Деньги программы Сделка Бывает проигравших. Наши участники должны ответить на один единственный вопрос. Да или нет? Снять или отказаться? В счастливом случае интуиция. Вот залог успеха. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы ввели программу Сделка и я ее ведущий Алексей Веселкин. Добрый вечер. Как странно устроена жизнь. Мы продолжаем раздавать деньги. Просто так. Ни за что. Кто-то уходит с нашей программы с огромной суммой, кто-то получает маленькую. Тем не менее, каждый остается победителем. Ну что же, такова жизнь. Кто-то в выигрыше, кто-то может быть в проигрыше. Но только не у нас. Сегодня на кону 3 миллиона рублей. Итак, мы начинаем. Добрый вечер, дорогие участники. Добрый вечер. Я приветствую вас. Сначала я хочу вам представить нашего нового игрока. Это Павел. Город Дмитров. Здравствуйте, Павел. Добро пожаловать в нашу теплую компанию. Итак, господин банкир. Здравствуйте, господин банкир. Мы вас приветствуем. Именно ваши деньги будут сегодня разыгрываться в нашей программе Сделка. Ну что же, сейчас я хочу обратиться к нашим телезрителям. Вы тоже можете принять участие в нашей программе прямо сейчас. отсылайте сообщение на номер 7755 со словом банк или позвоните на коррупкий номер 0738 и вы можете выиграть 50 тысяч рублей. Итоги СМС-игры мы подведем в конце нашей программы. Ну что же, дорогие друзья, посмотрите. Перед вами чемоданчики с цифрами. Вы догадывались, что в таком тут чемодане? Три миллиона. Три миллиона рублей. Но в каком? Неизвестно. Вот в чем вопрос. А сейчас мы должны все-таки определить, кто же будет сегодня играть. Здесь, за этим столом. Итак, включаем компьютер. Стоп! Татьяна! Татьяна Кисеева! Татьяна! Татьяна, это вы! Я вас поздравляю! Татьяна! Собирайтесь. Я вас поздравляю. Собирайтесь на чемодан. И на игровой стол. Добро пожаловать к нам сюда в игру. Добро пожаловать. Пожалуйста, вот ваше место. Специально для вас я вас приветствую. Вечер добрый. Вечер добрый. Ну вот и свершилось. Представляете? Ва, как вы классно выглядите отсюда. Какое счастье, Алексей. И так все какие добрые лица. Добрые, остроумные. И не подумаешь ничего. Нет, прекрасно. Я действительно согласен. Вид отсюда прекрасный. Ознакомиться с правилами, вы их знаете, но тем не менее нужно вам рассказать, чтобы вы вспомнили и нашим телезрителям. Ну я с удовольствием, пожалуйста, еще раз. Да, послушайте. Итак, вы знаете, что в каком-то чемодане находится всего-навсего одна копейка, а в каком-то три миллиона. Может, эти три миллиона, кстати говоря, у вас. А вы сами-то не знаете? Я не знаю ничего. Господин банкир не знает ничего. Никто ничего не знает. Какая сумма находится в каком чемодане. Для того, чтобы узнать, какова же сумма все-таки в вашем чемодане, вам нужно открывать чемоданы ваших товарищей. И та сумма, которая окажется в чемодане, из нашей игры исчезает. И мы с вами, естественно, понимаем, что этой суммы точно в вашем чемодане нет. И она не вернется. Не вернется. Если это будет маленькая сумма, хорошо. Наши шансы возрастают. После шестой попытки к нам позвонит господин банкир и, исходя из ситуации, сделает вам коммерческое предложение. На которое я не смогу отказаться. Да. Не факт. Не факт. Вот, например, на прошлой игре было мощное коммерческое предложение 650 тысяч рублей. И Тимур от этих денег отказался. И что вышло? И он сделал правильно, потому что в его чемодане... А что вышло из этого? Был полтора миллиона. Представляете? Он выдержал это. Это, кстати говоря, у нас первый раз самый большой выигрыш. Полтора миллиона рублей. Осторожно. Там может быть три. Жалейте его. Итак, Татьяна, по-моему, все ясно. Давайте посмотрим на наши цифры. Вот они. Раскрываются. Сравдевые, да? Да. Лучше открывать, конечно, левую колонку. Вот эти, чтобы маленькие исчезли. И тогда у нас появится мощная интрига. Давайте открывать чемоданы. Я не буду испытывать ваше терпение. Итак, это... 21. 21. Леонид, давайте начнем с вас. Татьяна, для тебя постараюсь по минимальной. Да, знаем. Открываем? Открываем, Леонид. С чего начнем? Посмотрим. И это... Тысяча рублей! Тысяча рублей! Леонид, ты мочок. Да, мы понимаем, что тысячи рублей в вашем чемодане нет. Ну, это нормально, наверное. Это очень хорошо. Зачем вам тысяча рублей? Давайте дальше. Давайте. Единичка. Единичка. Татьяна, единичка. Татьяна, ты не боишься? Ты знаешь, я уже давно живу, уже ничего не боюсь. А пока рано еще боюсь. Татьяна, вы... 50 рублей! 50 рублей! Татьяна, великолепно! И 50 рублей в вашем чемодане нет. Не, начало-то, оно, конечно, может быть хорошее. А вот какой конец... Да. Не будем сейчас... Не будем о грустном. Не будем о грустном, да. Чего нам загадывать? Во всяком бывает. Да, да, да. Потом у нас же ведь меняется ситуация, знаете. Одно вскрытие, и ситуация изменилась. Да, мне подсказывает шестое чувство. Да. Шестое подсказывает? Да. Подсказывает, да, хорошо. Деньги, это шестое чувство, без которых 5 бесполезны. Прекрасно. Так, 11-й. Это не конфуций случайно с этого? Я вам потом скажу. Хорошо, хорошо, хорошо. Итак, какой 11-й? 11-й. Владислав, открывайте. 10 тысяч! Нормально! Нормально! 10 тысяч рублей. А у вас веселее денежка была? 21, 1, 11. Дело в том, что у меня отец классно играл в карты, в очко. Так. Он прошел войну, и играл... После войны играл не на деньги, было же тяжело жить, он играл на вещи. Мы тяжело жили, и он приносил все время вещи. Выигрывал, и когда мама говорила ему, что, ну, в конце концов, это же невозможно, тебя же побьют. Он говорил, ну, я же ничего не делаю, они сами зовут. Ну, и доигрался до того, что пришлось переехать в другой район. Всех обобрал, да? Да, да, и поэтому двойка, единичка... Потом из того района переехал еще в один район, и потом пришлось сменить город, видимо. Ну, это... Да, наверное. Видите, как хорошо. Дело в том, что я продолжила традицию, сменила этот город я, а не он. Да, да. Итак? Итак. Ребята. Еще три чемоданна. Двадцать два. Двадцать два. Батя Аня Камбат. Не подведи. Я постараюсь, чтобы это было не как в картах, да, а немного лучше. Открываем? Да. Итак, это... Открываем. Пятьсот рублей. Нормально. Пятьсот рублей. Так, вы знаете... Ребята. Я хочу обратиться к телезрителям. Прекрасно у нас получается. Уважаемые телезрители, вы можете выиграть пятьдесят тысяч рублей сегодня, прямо сейчас. Отправьте смс-сообщение на номер семь семь пять пять со словом банк, или позвоните на короткий номер ноль семь тридцать восемь. В конце нашей программы мы подведем итоги смс-игры. Пятьдесят тысяч группа лей. Татьяна, еще два чемодана, и нам позвонит банкир. Хорошо, поторопимся, не будем его раздражать. Не нужно. Что-то я так смотрю, он как... А это вообще мужчина или женщина? Это никто не знает. Это очень хорошо. Это очень хорошо, да. Десяточка. Светлана. Я смотрю на Татьяну, любуюсь и думаю, каких людей теряем. Да. Действительно. Танюш, ты у нас незаменимая. Я от лица всех наших участников хочу тебе сказать, действительно, мы тебя очень полюбили. Светлана, открывайте. Пятьдесят тысяч рублей. Спасибо, Света. Пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч. Вашим чемоданом, наверное, нет. Еще один, да? Еще один. Еще один и ждем звонка. Двенадцатый. Двенадцатый чемодан. А, здесь. Светлана, я слушаю. Если есть такое понятие душевная простота, то это по отношению к тебе, Танюш. Спасибо. Я готов открыть. Леша, открывайте. Ребята, как вам это нравится? Сколько стоит моя душевная простота? Леша. Вот, где были три миллиона рублей. Леша. Можно? Я скажу тебе спасибо, что ты оценил мою душевную простоту за три миллиона. Хорошо, оценил. К сожалению, три миллиона не в вашем чемодане. Ну, почему? Еще не вечер. Еще не вечер, наверное. Просто я говорю, что три миллиона не в вашем чемодане. Вот и звонок. Здравствуйте, господин банкер. Да, я вас внимательно слушаю. Очень странная сумма. Не могу ее комментировать даже. Еще раз повторите. Спасибо. После вскрытия шести чемоданов банк предлагает вам сделку по выкупу вашего чемодана. Мы же не знаем, что там. Называет такую сумму. Одиннадцать тысяч четыреста рублей. Это нормально, ребят. Сумма-то нормальная. Одиннадцать тысяч четыреста рублей. Ну, а вы как думаете, я приму ее или нет? Честно? Да. Я думаю, что вы ее не будете принимать, эту сделку. Конечно, вы правы. Принимать я не буду. Я должен все-таки официально, Татьяна, к вам обратиться от имени банка. Итак, банк предлагает вам сделку. Одиннадцать тысяч четыреста рублей. Сделка? Отказываем. Отказываем. Хорошо. Ну, а теперь серия покороче. Три чемодана. Поехали. Поехали, поехали. Два. Владимир. Привет Екатеринбургу. Да, как брат с сестре, конечно. Ну, по-сторону. Уже Екатеринбург. Да. Да. Волония. Открываем? Открываем. Десять рублей. Спасибо, Волония. Десять рублей. Десять рублей. Отлично. Десять рублей. Отлично. Еще один. Чемоданчик открываем. Чемоданчик открываем. А вы что говорили, делать ничего не надо? Ничего не нужно. А открывать чемоданы, оказывается, нужно? Ну, смотрите, мы можем подождать, прерваться, отдохнуть, а потом начнем опять открывать чемоданы. Вот заниматься такой тяжелой работой, открытией чемоданов. Конечно. Причем вы только говорите, открывают даже ваши товарищи. Хорошо? Давайте прерваемся. Отдыхаем. Конечно, отдыхаем. Перерыв! Итак, мы вновь в студии. С нами играет Татьяна. Только что звонил банкир, предлагал сумму. Я посмотрел, кстати говоря, сейчас перерыв на табло. Шансы у нас, Татьяна, хорошие. Хорошие. Поэтому мы с вами продолжаем игру. С удовольствием. Нам нужно открыть еще, за звонком банкира, два. Два. Два чемодана. Всего два. Всего. Тринадцать. Юлиана. Данечка, с удовольствием, открою для тебя этот магический чемоданчик. Я надеюсь, что там цифра будет не на число тринадцать. То есть хорошая, маленькая. Естественно. Да, ну давайте проверим. Юлиана, итак, открываем. Давайте. Есть! Спасибо! Сто рублей! Нормально! Сто рублей! Отлично! Что? Спасибо! Прекрасно! Отличный ход. Трешечка. Татьяна, надеюсь, моя звезда будет счастливая. Все, Олеся, вы готовы? Да. Открывайте. Пятнадцать тысяч. Это очень хорошо. Да, Татьяна, посмотрите, вы почти уничтожили всю левую колонку. Самые главные цифры у нас остались. Сто тысяч, двести тысяч, триста тысяч, пятьсот, миллион. Как они греют, да? Пахнет деньгами. С правой стороны пахнет деньгами. Новенькими такими, да. Ну что же, сейчас у нас был тоже хороший ход. Я так понимаю, что нам нужно сейчас будет позвонить господин банкир. Понятно. И сделать еще одно предложение. Банковское. Понимаете? Ну а... Так вы мне не ответили, это мужчина или женщина. Стоп, банкир? Я же вам сказал, что я не знаю. Не, ну хорошо, если вы не знаете. Он по-разному разговаривает. Сейчас я посмотрю. Нет, я же говорю, господин банкир. Значит, это господин, видимо. Так вы не догадываетесь. Господин банкир. Я же говорю, госпожа. Здравствуйте, госпожа банкир. Вот прекрасно, женский голос. Правильно. Это женщина. Женщина в костюме. Это же модно. И она предлагает вам. Сколько нам женщина предлагает? Ага. Спасибо, уважаемая госпожа банкир. Жа. Женщина вам предложила за выкуп вашего чемодана, сегодня номер 20, 35 тысяч рублей. Ну, неплохая сумма. Правда, ребята? Ну, в движении вас. Нет, это сумма-то. Да, конечно. Еще 15 тысяч, вот, как раз могут за 50 тысяч выиграть наши телезрители, например. А вам предлагают 35 тысяч. Конечно. 50 тысяч могут выиграть, уважаемые телезрители. Кстати говоря, подсоединяйтесь к нам. У вас есть реальная, реальная возможность выиграть 50 тысяч. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «Банк» или позвоните на короткий номер 0738. В конце нашей программы мы обязательно подведем итог смс-игры. 50 тысяч. Итак, я делаю вам официальное предложение. Я думаю, у вас есть решение, пока я разговаривал с телезрителями. Итак, банк предлагает выкуп за ваш чемодан 35 тысяч рублей. При всем уважении к банкиру, ше. Ше? Нет. Не произойдет. Нет. Отлично! Продолжаем игру, третий раунд. Продолжаем. Еще три чемодана. Пятерочка. Пять. Пять. Санюсик, Леша дорого оценил твою душевную красоту. Но женское обаяние еще дороже, оно бесценно. А чемодан, надеюсь, он вообще дешевый, Даниль. Анна. Ты мне очень нравишься. Вы готовы? Да. Сто тысяч. Нормально. Чемодан не такой дешевый. Сто тысяч. Какое движение в соль, правда? Есть движение, да. Это пока не так страшно, потому что у нас в арсенале есть цифры помощней. Козыри. Да, такие. В форме полутора миллионов, миллиона. Да, пузатенькие суммы. Пятиста тысяч. Триста тысяч. И двести. Играем дальше? Да, обязательно. Тем более у вас хорошо получилось. Правда? Да. Два чемодана и позвонит банкир. Все так притихли. А как же? Я боюсь, я-то еще больше боюсь, а вы, то чем притихли. Это... Мол, ну, шесть. Массовые психосы, да. Шесть. Наташа. Алья. Синюточку. Вот все. Две пятьсот! Две пятьсот! Татьяна. Прекрасный ход. Все выдохнули. И нам ясно абсолютно точно, что в вашем чемодане две тысячи пятьсот не ночевало даже. Но шанс, что у вас есть в храме, или он остается, не возрастает. Отлично. Да. Еще один. Чемодан. Так. Так, ребята. Восемь. Татьяна родился у меня. Наша Татьяна душа к телеэкрану. Нормально. Прекрасно. Загордюй. Готов. Готовы? Да. Полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. Да. Ребят, вы меня как начинаете хвалить, так сразу мои качества улетают. За три миллиона, за полтора. Да. Что это стоит? Ну, полтора миллиона от нас ушло, но ничего не потеряно. Нормально. У нас хорошая цифра. Миллион пятьсот тысяч. Открываем дальше. И звонок банкира нет. А. Поговорим еще. Что вы. Да, господин банкир. Цифра какая-то странная и непонятная, собственно. Мамы что ли? По-вашему она такая хорошая. Ну, хорошо, я предложу такую цифру. Татьяне. Всего доброго. До свидания. Значит, подумал, подумал банкир. Посмотрел. Всподрился. Всподрился и предложил. За ваш чемодан выкуп. Сорок одну тысячу рублей. Сорок одну тысячу рублей. Предлагает банк за ваш чемодан, в котором может быть одна копейка, пять тысяч, но там может быть и один миллион. Я отказываюсь от сделки. Правильно. Вы отказываетесь от сделки с банком. Да. Правильно. Молодец, Татьяна. Отлично. Все очень хорошо. Еще три. Чемодана. Да. Какой тяжелый труд. Ужасно тяжелый. Психологически, правда? Психологически страшно совершенно. Но зато, знаете, какой может быть подъем. Драйв такой. Конечно. Если пойдет, карта пойдет. Масть даже. Да. Да. Мне это знакомо слово. Хотя до последнего иногда бывает неизвестно все. Понимаете, это же игра. Конечно. Что с Тимуром творилось? Ой, что творилось с Тимуром? Вот это игра была. Вот это мощь. Это была чистая игра. Да, и красивая очень. Да. 14. И результат был отличный. 14? Да, да, да. Так, Александр. Я знаю, что вы готовы. Да, да. Как самый последний пионер. Да. Итак, Александр, номер 14. Открывайте. 500 тысяч. Да что ж такое-то. Нормально, ребята, все. 500 тысяч. 500 тысяч. Вы расстроились? Я расстраиваюсь. Да, я тоже расстроилась. Я уважаю деньги. 500 тысяч. Не надо расстраиваться, да, ребят? Нет. Ну, вы знаете, может и не надо, может и надо. Мы живые люди, с другой стороны. Конечно. С другой стороны, у нас миллион рублей в игре. Будет там, прибудет там. Это уже все сообщится, собственно говоря. А потом, между прочим, у нас игра-то еще не окончена. Все, нам расстраиваться. Хотя такой чуть-чуть нокдаун-то есть небольшой. Давайте выберем. Водан, это не страшно. 15-й. 15-й. Ты давай на новенького. Татьяна, ну я вообще не волшебник, я только учусь. Но вот те знания, которые я получил, подсказывают мне, что здесь сумма-то из левой колоночки. Сейчас мы ее попробуем перебросить. Да. Так, мы берем эту сумму. Так. И вытаскиваем из правой. Какую поменьше, поменьше. Ну все. Теперь я готов. Стоп, секундочку. Стоп, у меня есть предложение. Пока мы перебросили суммы, пока она осваивается в чемодане, пока она летит, пока она правильно встанет в этом чемодане, я думаю, что нам нужно прерваться. На перерыв. Да, обязательно. Хорошо? Отлично. Конечно, я согласна. Перерыв! Итак, мы снова в студии. Татьяна, вы с нами играете. Все нормально. У нас в игре еще миллион есть и 300 тысяч, несмотря на то, что полтора миллиона, 500 тысяч и три. Мы не будем помнить, они ушли. Не будем помнить, не будем просто, я сказал, что у нас было. Вы до перерыва выбрали чемодан номер 15. Да. И мы произвели некие манипуляции по освобождению от больших сумм и по притягиванию энергии маленьких цифр. Итак, Павел, у вас дебют, посмотрим, получилось ли. Кстати говоря, интересно ли. Посмотрим, давайте, открывайте. Открываем? Да. Открываем. 300 тысяч. Нет, это называется получив. 300 тысяч. Алексей, это называется получилось, правда? Получилось, да. Ну, может быть, я не знаю, может, Павел поменял миллион, понимаете? Вот что все дело. Ну, извини, Татьяна, я только учил. Миллион выпустил, взял 300. Павел, ты нормально перебросил. Если философски, философски посмотреть, у меня остался бы миллион. Да. Ладно, не будем печалить. Вы знаете, я сейчас позову телезрителей, да, пока у нас переброс произошел. Конечно, пожалуйста. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей программе, вы можете выиграть сегодня спокойно 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «Банк» или позвоните по короткому телефону 0738 и в конце нашей программы мы подведем итог смс-игры. 50 тысяч, дорогие друзья, давайте, набирайте, звоните. Итак, Татьяна, еще один чемодан. До следующего звонка. 16. 16-й? Дина, 16-й чемодан. Екатеринбург. Екатеринбург. Хорошо. Молодец. 5 тысяч, это правильно. И 5 тысяч. Эта цифра ушла из нашей игры. И тут же раздается долгожданный звонок. Неугомонный наш, да? Неугомонный наш, да. Ну, вы знаете, если бы он все время предлагал большие цифры, пусть звонит, собственно говоря. Пусть звонит. А то ведь мы ему даем только, знаете, эту возможность через три чемодана. Я вас приветствую, господин банкер. Да. Скажите нам что-нибудь. Банк не спит никогда, я так понимаю. Я вас понял, спасибо. Банк предлагает в этой ситуации вам 61 тысячу 300 рублей. 61 тысяча 300 рублей. У нас из маленьких цифр остается копейка, нетронутые. 10 копеек, 5 рублей. Это все может быть в вашем чемодане. 25 тысяч тоже могут быть в вашем чемодане. И 200 тысяч тоже пока еще. В игре. В игре. Мало того, и миллион тоже. Миллион тоже в игре. 61 300 предложил, да? Да. Поэтому в этой ситуации предлагает банк 61 тысячу 300 рублей. Жмот. Предложение достойное. В общем-то, в принципе, достойное все равно. Деньги 61 тысяча. Да больше, чем могут выиграть телезрители. 61 тысяча 300 рублей, но, правда, меньше миллиона. И, мало того, меньше 200 тысяч. Итак, мы с вами просуждали. И я вам делаю официальное предложение от банка. Он предлагает выкупить ваш чемодан, в котором неизвестно пока какая сумма находится, за 61 тысячу 300 рублей. Спасибо, сделки нет. Отлично! От Татьяна. Правильно? Ведь миллион в игре. И 200 тысяч. И 200 тысяч. Какой же ненормальный человек будет принимать это предложение. Я так понимаю, что вы по миналчам размениваться не будете. Правильно делать абсолютно. Конечно. Итак, Татьяна. Ну что же, игра продолжается. Продолжается. Еще. Нам нужно открыть три чемодана. Договорились. С большим удовольствием. С вами в паре работать вообще классно. Прекрасно. Мне тоже нравится. А кому не нравится из нашей команды? Не будем их вспоминать. Еще один чемоданчик сейчас откроем. 18. 18. Валера. Валерий. Я как раз просчитываю ситуацию, что я на самом деле хочу, чтобы сейчас произошло. Я уверен абсолютно, что мысль материальная. Поэтому, если вместе со мной этого захотят весь Урал, Екатеринбург, Уфа, Самара, то Таджикистан, то Россия. Хорошо. Я думаю, что и Таджикистан, и Киргизия, Москва, и весь зал. Я хочу, чтобы у меня в чемодане осталась единичка. Это твой принцип по жизни. Чего я хочу, я материализую. Ну? Красиво. Давайте посмотрим. Сказали здорово. 200 тысяч. А где 200 тысяч? Вот я действительно начинаю наблюдать некую зависимость. Да, да, да. Вас губит то, что к вам все очень хорошо относятся. Вот именно. Вот парадокс-то в чем. И сказать хотят ребята. И сказать хотят. И болеют. И болеют. И закапываются. Ну, понимаете, ну так получается. Я уже сказал, что удача и неудача находятся очень близко. Близко, конечно. Женщина слушает ушами. Очень близко, да. Но тем не менее, миллион у нас в игре. Миллион. Миллион. Миллион, дорогие друзья. Миллион. Так. Итак, еще один чемодан. Четыре. Я тебя умоляю. Нет, нет, нет. Тут все тебе говорят очень хорошие слова, Татьяна. И открывают очень большие суммы. Итак, четвертый чемодан. Виталий, вы готовы? Да. Рубль. Отлично. Молодец. Молодец. Рубль. Молодец. Вовремя. Очень вовремя. Очень вовремя. Очень вовремя. Фу. Рубль. Молодец. Итак. Еще. Открываем. Давайте еще. Семнадцатый. Розалия. Я. Я. Танюш, я ее хвалить не хочу, чтобы тебя хуры обосрали. Прекрасно. Прекрасно, Розалия. Открываем. Ну, после этого остается только открыть, собственно, симонат. Да. Не переживайте, я уже не переживаю, потому что бесполезно. Да, дорогие друзья. Любовь вас сгубила. Сгубила, сгубила меня любовь. Понятно, что штамп, только вспоминается. Знаете, не везет в этих, повезет в любви. Три тысячи сто рублей. Дает. Три тысячи сто рублей? Вот, я шучу. Играем дальше. Я официально вам тогда, чтобы, чтобы, чтобы вы гордо ответили. Банк. Это никчемушный банк, у которого не хватает денег. И этот плохо координированный банкир предлагает вам какие-то деньги за ваш чемодан с номером 20. И он, главное, предлагает три тысячи сто рублей. Вот такой вам выкуп за ваш чемодан. Вы принимаете эту сделку? Да нет, конечно. Да нет, конечно. Играем дальше. Играем дальше. Итак, еще два чемодана. Три. Два. А, да. Теперь уже два. Ты что стоишь с таким похоронным лицом? Девятнадцать. Я так хотела, чтобы ты меня открыла быстрее. Ирина. Ирина. Девятнадцать. Да. Десять копеек. Десять копеек. Хорошо. Так. Семь. Семь. В нашей команде все немножко волшебники. Я хочу, чтобы они все напряглись. И пусть произойдет чудо. Сейчас. Секунду. Я готов. Стоп. Я не могу. Давайте прервемся. Давайте. Давайте. Перерыв. Мы вновь в студии. Программа «Сделка». Играем с Татьяной. Только что вы отказались от предложения банка. 3100 рублей банк предлагал за ваш чемодан. И мы должны открыть сейчас чемодан номер 7. Да. Так может произойдет чемодан. Чудо. Посмотрим. Дайте нам чудо. 5 рублей. Обращаюсь к нашим телезрителям. Уважаемые друзья. Вы можете сегодня выиграть 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение на номер 7755 со словом «Банк». Или позвоните по короткому номеру 0738. В конце нашей программы мы обязательно подведем итог смс-игры. 50 тысяч. Звоните, друзья. Звоните. Почти. Все. Почти. Открываем. И в этой ситуации вдруг запиликала эта красивая палочка серебристая. К чему бы это? Сейчас посмотрим. Представляете, вот какой бы сейчас прикол интересен, да? Ну, тысяч двести мне предложили. Да, вот интересно. Да, господин Макет. Сколько? Ох, спасибо. Значит, настепенился чуть-чуть, конечно. Но только чуть-чуть. И вот в этой ситуации, когда у нас на одном полисе копейка, на другом 25 тысяч рублей, банк заступает вполне разумно в эту ситуацию и предлагает вам выкуп за ваш чемодан в размере 10 тысяч рублей. Ну, 50 на 50, собственно говоря. 10 тысяч. Играй. Я вам должен сказать, Татьяна. Если вы сейчас откроете чемодан, и в нем будет 25 тысяч рублей, то есть не ваше, то вы повторите подвиг Андреса. Он был у нас такой игрок, очень хорошо играл, приятный парень, замечательный. Тоже хороший человек, знаете, тоже хороший человек. Половину аргентинец. Тоже далеко живет, еще дальше, чем вы. В Буэнос-Айрес с копеечкой ушел. Мы долго гордились этим рекордом. У вас есть возможность, если вы не принимаете предложение банка в 10 тысяч рублей, повторить этот рекорд. Но в то же время может в вашем чемодане находиться и 25 тысяч рублей, конечно. То есть чемодан, который вы собираетесь открыть, это чемодан номер 9, у нас выхода нет. Если вы отказываетесь от предложения банка в 10 тысяч рублей, а в вашем чемодане тогда, да. Классика, 50 на 50. Так вот, мы с вами догадываемся, в вашем чемодане или копейка, или 25 тысяч. Вариантов других нет. Есть один вариант, принять предложение банка и взять 10 тысяч. Ничем, собственно говоря, не рискуя. Но, в то же время, может, прямо рядом с вашей правой рукой находится 25 тысяч. Только протяните ее. И 10 тысяч, это значит, в два раза меньше, чем 25 тысяч. Можно я минуту подумать, да? Подумайте. Конечно, подумайте. Подумайте. Несмотря на то, что у нас три цифры только играют, и приходится думать, потому что на кону три цифры, а не две. Если бы две, может быть, было не так сложно выбирать. Копейка. Тебе не предложили обмен. 10 тысяч. Значит? Значит, надо играть. И 25 тысяч. Играем дальше. Итак, Татьяна, сейчас я сделаю вам официальное предложение. Хорошо. И вы гордо заявите свою позицию. Гордо. Итак, банк в данной ситуации, когда мы точно знаем, что в каком-то чемодане из двух копейка, а в каком-то 25 тысяч, делает вам такое, знаете, предложение 50 на 50. Компромиссное предложение. Принять от него за ваш чемодан 10 тысяч рублей. Сделка... Обменяется. Обменяется. И мы продолжаем играть до самого финала, до победного конца. Обменяется. Ну что же, дорогие телезрители, вы видите, что у нас здесь делается. Вы можете выиграть в два раза больше, чем 25 тысяч, ровно 50 тысяч рублей. Отправьте смс-сообщение, давайте быстрее, на номер 7755 со словом «Банк» или позвоните на номер 0738, и в конце нашей программы, это будет скоро, мы подведем итог смс-игры. Итак, нам ничего не остается. Я понимаю. Девять. Чемодан номер... Елена, девять. Таня, прежде чем открыть этот чемодан, я тебе хочу сказать, ты уже выиграла в этой жизни. То, что ты родилась женщиной красивой и сильной. Победы нужны мужчинам, чтобы подтверждать все время их силу. Какие слова ты подписываешься с нами. Итак, Елена, номер 9. Дрожат руки, но все равно... Открываем копейка! Копейка! Поздравляю, поздравляю. Поздравляю. Татьяна доиграла до самого конца, дорогие друзья. До победного конца. Ну что же, Татьяна, вы не поддавались искушению. Чемодан ваш сохранили. Абсолютно сделали правильно. Мало того, Татьяна, вы узнали много о себе. И самое главное, вы узнали потрясающие вещи. Может быть, вы и догадывались об этом, но когда вам такое огромное количество прекрасных, замечательных, молодых, красивых людей говорит вам это в глаза, счастье это. Ребята, я не ожидала. Просто от вас спасибо за все. Вас все любят! Это самый главный ваш приз. Самый главный ваш приз. Итак, открываем. 25 тысяч рублей. 25 тысяч. Татьяна сегодня выиграла 25 тысяч и привыкла огромное количество прекрасных друзей. Замечательно. Ну что же, это ваша победа. Ваш выигрыш с вами. 25 тысяч рублей. Аплодисменты вам. Ваши товарищи вам аплодируют. Итак, это была программа «Сделка». Я ее ведущий Алексей Веселкин. Ну а прямо сейчас мы подведем итоги СМС-игры. Так? До встречи! Здравствуйте, я Светлана Берсинева. Вы посмотрели повтор программы «Сделка» на канале РЕН-ТВ. Все это время мы принимали ваши СМС-сообщения и продолжаем их принимать. Все они попали в базу данных нашего компьютера и обязательно сыграют сегодня вечером. Любой телезритель может участвовать в нашей игре и получить главный приз – 50 тысяч рублей. Для этого вам нужно отправить СМС-сообщение со словом «Банк» на номер 7755. Это входной билет в игру «Сделка». Наш компьютер случайным образом выберет номер победителя. И если именно ваше сообщение будет выигрышным, мы вам позвоним и дадим уникальную возможность побороться в прямом эфире за наш главный приз – 50 тысяч рублей. Эта сумма находится в одном из этих чемоданов. И задача победителя – угадать, в каком именно. В двух других призы поскромнее. И только от вашего выбора зависит сумма вашего выигрыша. Итак, отправляйте СМС-сообщение со словом «Банк» на номер 7755. Смотрите программу «Сделка» на канале РЕН-ТВ в 20.00 с понедельника по четверг. Играйте с нами, и удача может улыбнуться именно... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова